здравствуйте мои дорогие друзья подписчики и гости моего канала угадайте чего я сейчас что вам сказать жарко уже но даже обещанного не случилось и вы знаете сказать что я очень сильно довольна поездкой я не могу но кое-что все-таки у меня удалось найти удалось но очень короче говоря приедем домой я сделаю обзор сначала я вам покажу кадры сблошин рынка на немножко снимал представляете такая жара что мой телефон сказал не хочу работать слишком жарко и мне пришлось его остужать время от времени к сожалению много чего я не снимала из из вот только из-за этого но в машине конечно хорошо прохладненько посмотрим что у нас получится а пока давайте все-таки пройдемся в влашином рынке и взглянем что там сегодня было сегодня у нас будет воскресенье июль месяц но вот эта территория блошиного рынка блошин рынок огромный паркинг тоже огромный на сегодня было особенно пусто как-то мы когда ехали не подумали что это все на длинные выходные вот и народу было продавцов мало первое что я увидела это вот такой стол со статуэтками я даже не стала толком рассматривать даже машинка зингер господи этикетки потому что все как бы понятно такое было конечно же вот на цену я спрашивать не стало все достаточно стандартно поэтому ваши и дальше я конечно подбежала под навес прячась от жары во-первых во вторых вот мне нужен был вот этот продавец потому что у меня закончились кабошоны почти не осталось ничего и я решила подкупить вот видите вот эти вот которые там лежали кучка я их купила но это в обзоре я вам покажу ну а пока посмотрите что человек продает сколько я сюда езжу столько он продает камни различные всякие разные большие и маленькие и бусы вот но до этого он никогда не продавал никак никакой посуды а тут вот парочку вот тарелка видели чайничек но это все из натуральных камней как ни странно особенно тарелка сейчас мы ее рассмотрим я так думаю или а после ну ладно не важно а она из натурального оникса стоило 25 долларов и я конечно же ее не взяла но тут много всего разные камешки кабошоны и для того чтобы декорировать дом и для того чтобы делать украшения ну в общем всего здесь хватает выбор огромный что конечно меня ну радует я долго выбирала очень долго пока наконец вот не выбрал вот эта тарелка из оникса итальянский оникс как мне сказал продавец красиво конечно но бесполезно затем я все думала вот какие камешки мне выбрать ну конечно же я хотела не такие дорогие там всякие были и я выбрала по 3 доллара штучку что конечно очень приемлемо в наше время такая хорошая цена вот а сейчас жалею что мало взяла сколько там было 9 штук что ли ну ладно следующий раз когда поеду он там всегда стоит и ты какую тарелку поставил как ни странно и шкатулочки раньше у него ничего этого не было наверное проблема с поставками очень сейчас трудно что-либо взять приличное честно говоря поэтому я думаю что но так и получается шкатулки симпатичные итальянские между прочим вот очень долго видите тарелочек разных всяких ну и конечно же камни камни это вообще отдельная история вот и знаете я думаю что наверное у каждого человека в доме есть какой-то камешек затем я побежала к моей любимой продавщицы я щас про нее вам расскажу но во первых я никогда не видела у нее вот этих фотографий она сказала что этим фотографиям больше ста лет с ума можно сойти вот она сказала что вот полная семья иммигрантов из россии и потом она мы с ней разболтались разговорились и она мне сказала что ее дедушка и бабушка приехали с украины свое время во время гражданской войны сбежали короче говоря но а сейчас она как бы продает вот этого все не просто так стать вот этот вот свадебные фотографии такие интересные ой вы не представляете как меня это все порадовало и и я не знаю но мне показалось что одно свадьба такая и старые такие фотки ой я просто смотрите ну если вот они были цветные так можно было бы подумать что это современные фотографии не знаю вот еще и тогда я не удержалась и спросила у нее скажите пожалуйста вот откуда вы это все берете она уже много лет стоит здесь вот и она мне сказала вот смотрите какая невеста ай-яй-яй вообще прелесть а и знаете что она мне сказала что у нее работа такая а ей 80 лет то есть она работает и работает она знаете где в таком месте в манхэттене и там есть такой даже не знаю как вам объяснить по-английски называется warehouse а по-русски даже не знаю в общем такое место где собирают антиквариат и винтаж где только можно реставрирует его и продают и вот она сидит на реставрации зарплату есть за это не платят но она может купить там любую вещь за очень низкую цену именно вот кстати виде полотенца это осталось от бабушки украинская вышиванка вот и она сказала что она берет вот эти вот все вещи там у них и потом каждую неделю она здесь это ее зарплата это ее работа и у нее всегда очень очень необычные бижутерии вы знаете я прям не каждый раз смотрю и думаю вот это да больше ни у кого такого нет я не видела никогда и я у нее купил несколько но очень интересных брошек и такое украшение колье она в общем я говорю будет обзор покажу подрастила кучу денег она мне по этому поводу подарочек преподнесла вот и подарочек покажу вообще она такая славная женщина дело в том что она два года назад заболела раком и вы знаете она через это прошла она вылечилась теперь хорошо себя чувствует и говорится что вот она настолько счастлива и все делает с радостью вот у кого надо учиться быть оптимистом на самом деле и я ее видел один раз совсем в плохом состоянии а сейчас она выглядит я не не могла ее сфотографировать это неудобно но поверьте мне для своих 80 лет она выглядит шикарно просто но каждый суббота с воскресеньем она здесь на влашином рынке дыши свежим воздухом потому что воздух действительно свежий вот и чувствовать себя сейчас очень и очень хорошо ночью я платить какая кальюшка интересно но я купила другую вот эти брошки очень популярные хотя дешевенькие на самом деле но у нее все это дороговато потому что все в очень хорошем состоянии обзор покупок в следующем видео а теперь продолжим наше путешествие вот такая статуэтка от испанской компании last стоило 150 долларов ну я там покрутить 150 помню 149 и я покрутилась возле нее пошла дальше такая замечательная тарелка вот но тоже вот это мне понравилось очень красиво такой сосуд для чего он как лампа все равно нет это что-то другое но красиво необыкновенно и кстати посмотрите вот на это очень интересно это модели самолета я не знаю кто их делал я хотела поспрашивать но вы знаете не было продавца куда-то он убежал вот так я для вас поснимала чтобы посмотрели на эти модели на различные и насколько я поняла это действующие модели которые заводятся и летят если правильно так понимаю все это в общем очень интересно красивая коллекция такая так пошли дальше рассматривать пистолеты господи неужели настоящие с ума можно сойти я же говорю там не было продавца и не у кого было спросить а ждать не хотелось я пошла дальше но и видите сколько здесь всего разных всяких мелочей маленьких но интересно рассматривать все это знаешь говорю у меня время от времени отрубался телефон поэтому я все его отключала охлаждала потом снова включала пойду так получилось не очень съемка но что-то видно а это вот подделка под нацки вот такая вот такие они я спросила сколько они стоят мне сказали 3 доллара штучка и сделан из какого-то композитивного материала в общем это не дерево и не кость подделка ну что ж поехали дальше чего тут еще есть но как видите всего разного хватает знаете я вот ходила все рассматривала и как-то рука не подымалась когда вот за стеклом что-то продают всегда дорого вот там тарелочки такие маленькие декоративные а три штучки купила оттуда покажу потом в обзоре ну что еще но на самом деле там много всего всякого в том числе совершенно но неинтересного но есть конечно вещи очень очень интересные цены были сказать что сильно дорого стать вот этого тарелка за нее просили 25 долларов я помню в прошлый раз я когда приезжал она тоже было то есть не продается она за такую цену но и я даже торговаться не стала что тут еще вот эти бутылочки кстати очень популярная они очень старенькие зачем народ их покупает я не знаю это рукомойник такой представляете который уличный очень красиво то ли фонтанчик то ли рукомойник а вот здесь мои дорогие посмотрите а дело в том что на этом рынке есть такой большой огром даже огромный павильон в котором расположена как там написано 36 антикварных магазинчиков но и я вечно туда не захожу потому что у меня времени нету а тот рынок был такой полупустой и я думаю много заскочу за одно это охлажусь телефон охладила и вот решила поснимать что тут есть в общем там у нас все разделено на маленькие маленькие комнатки о какая посуда стеклянная шикарная и знаете цены были такие не знаю что дешевые потому что все таки это магазин но не знаю что сильно дорогие этом кое чем раз поспрашивала но ничего такого зеленое стекло очень красивый графинчик в общем так много всего и все наставлено 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 очень трудно как бы но остановить взгляд на чем-то но потому что посмотрите вот это вот раунд далтона максы а что там еще очень было ламп много но как бы реплика на тиффани красиво конечно вот это вот одно комнату с там здесь вообще за стеклом непонятно что стоит но я уже не стала просить чтобы открывали какие-то вот фигурки тоже и что еще в этом там вот были комнаты комната помните когда я в канаде была я вам показывала большие мол и вас такой системой комнатной каждый вендор имеет свою комнату и что хочет то и ставит и в каком порядке тоже ставит как захочет то есть было все то же самое очень мне понравились вот эти вот горки в которых стеклянная посуда и тарелка стояли ой какие они все красивые старинные но просто глаз не оторвать и конечно в таких горках все смотрится гораздо красивее вот это была интересная комната здесь были фотографии знаменитостей вот например принцесса диана с сертификатом и подписью было очень интересно я особо правда останавливаться на этом всем не стало но вот здесь всякие звезды американские с автографами вот и были некоторые знаете этот фильм очень известный в общем много очень много было даже дональд трамп наши скоро выборы ой какие у нас тут страсти вы не представляете никто уже даже и ничего не обсуждает никакую политику все направлено на выборную кампанию что-то будет ладно посмотрим вот вот видите я тут поснимала немножко в общем весь магазин был вот так вот увешан вот подобными вещами а вот тут сумочки это уже друг это уже другой павильончик тут у нас сумочки вход на второй был там этаж он двухэтажный а вот еще одна комната тут было очень много вазочек разных посуды но посмотрите что делается было очень приятная хозяйка магазина мы с ней немножко поболтали вот я даже хотела купить у нее одну статуэтку а потом что-то передумала вот мы здесь не видите очень много всего вот эту хотела купить мальчика в голубом я давно на посмотреваю но опять не купила не знаю что меня хочу все время купить и на интернете смотрю здесь была такая необычно очень хорошая и все равно не купила в общем я в последнее время конечно стала жадиной такой потому что выбираю уже на посуда очень красиво это тут было я просто понаслаждалась что называется красотой вот этой вот всей и все время боялась что телефон опять отрубится но там было правда прохладно внутри вазы какие видели до стеклянные опять таки вот и поэтому мой телефон все-таки что-то снял хотя резкость не очень там было темно честно говоря ведь какие красивые лампы а вот очень все все битком забито просто не знаю я там в общем провела полчаса муж уже начал шуметь что уже все поехали уже много времени я все никак оторваться не могла но все-таки в конце концов мы ушли оттуда конечно хотя вот посмотрите я все еще как говорится даю вам съемку какую-то но теперь давайте просто я вам буду показывать под музыку а вы будете смотреть потому что но чё тут говорить вот она вытирает мне пока кстати показывает мальчика в голубом я посмотрю там нету никакой маркировки и вот поэтому и не купила честно говоря но большая была статуэтка и это она мне как бы рассказывает про нее а вот но очень давайте вот я перестаю уже болтать и давайте под музыку просто посмотрим а вот Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok